Дьявол, когда тебя атакует на уровне мыслей, изгони его словом. Иисус изгонял словом. Когда он приходит на уровне тела, изгони словом. Когда он приходит на уровне души, изгони словом. Бывает, мы молимся о чем-то, а есть время говорить. Наши слова имеют творческую силу. Приветствую вас, братья и сестры. Вы знаете, я хочу сказать вам, что Бог, Он очень любит вас. Он дорожит каждым из нас, всеми нами. И Он дает нам благодать, Он дает нам призвание. Он дает нам те вещи, о которых вообще мы даже не могли бы и мечтать. Но Он это делает. Потому что Его любовь, она настолько велика. К каждому из нас настолько великая, настолько большая. И эта любовь, она является чем-то, чем-то большим, чем мы можем понять. Но есть моменты, которые мы должны знать в нашей жизни. Это моменты, когда нас атакует дьявол. Мы можем даже не понимать, что это атака дьявола. Мы можем думать, что с нами что-то не так, что это мы думаем. Бывает такое, когда вдруг резко на тебя приходит какая-то немощь в твое тело. Такая усталость, такая усталость, такая немощь, что ты просто не знаешь, что тебе делать. И ты думаешь, Господи, что со мной не так, что мне делать, мне так плохо физически, я не знаю. Послушайте, вы должны знать, что демоны и бесы могут атаковать тебя, конкретно, на уровне тела. И в этот момент вы должны знать силу крови Иисуса Христа, Божьего Сына. И в этот момент вы берете и говорите, дьявол, я изгоняю тебя вон во имя Иисуса Христа. Убирайся вон. Дьявол убирается. И вы можете почувствовать, как раз и отошло что-то от вас. Бывает, это не происходит с первого раза. Продолжайте это делать. Продолжайте молиться. Бывает, нужно помазать тело елеем. Понимаете, не самому. Пусть кто-то, кто с тобой. Вот, к примеру, Виточка часто за меня молится, когда я что-то ощущаю, что-то мне, к примеру, нужно. Я нуждаюсь в каком-то приливе сил. И вижу, да, к примеру, что дьявол противодействует. Она помолилась вот так с елеем за меня. И я смотрю, как все изменилось. Все изменилось. И я говорю о реальных вещах. Бывают у вас мысли могут приходить. Дьявол атакует также на уровне, знаете, вот, мысленном. Он может просто бомбить вас мыслями. Так, чтобы вы думали, что это ваши мысли. И он бомбит вас этими мыслями. И бомбит. И начинает говорить тебе, что ты плохой. Что ты Богу не нужен. Что вообще тебе нужно уйти из церкви. Вообще, что ты не призван к этому, чем ты занимаешься. Что у тебя ничего не получается, никогда не получится. Что ты никому не нужен. И, знаете, сколько в своей жизни я переживал таких атак. Вау. Особенно, когда обстоятельства способствуют этому. То в эти моменты, вау, дьявол, он начинает тебя буквально терзать. Он начинает тебя буквально просто бить в эти слабые места. Бить туда, где ты сейчас вот ослабел. Вообще, знаете, есть такая вещь, которая нам противопоказана. Это усталость. Усталость. Когда ты устаешь, ты должен знать, ты становишься уязвимым. Когда ты не уставший, когда в тебе много энергии, когда все в порядке, то ты четко имеешь видение. У тебя все ясно. Все желания в тебе горят. Тебе хочется идти вперед и делать дело. Но как только ты устаешь, видение тускнет. Желание пропадает. Ты уже начинаешь сомневаться в том, в чем ты был совершенно, совершенно уверен. Иоанн Креститель, представьте, он был тот, кто был послан перед Иисусом. Тот, кто показал на Иисуса и сказал, что это Сын Божий, которым мое благоволение. Так вот, послушайте. Когда Иоанн устал, когда он был в темнице, и он сидел там, и борьба была каждую секунду. И он понимал, что его жизнь уже на закате. От этих переживаний, от всего, что было в той темнице, он до такой степени устал, что он послал учеников к Иисусу спросить, ты ли тот, к которому должно прийти, или ожидать нам другого. А подумать только, он усомнился даже в том, что ему говорил Бог. И это говорит нам о том, что усталость противопоказана. Дьявол атакует нас на уровне мыслей, на уровне Божьих откровений даже. Теперь послушайте следующее. Дьявол атакует нас на уровне души. И душевно может становиться больно. Душевно может становиться очень тяжело. Душевно может становиться, знаете, одиноко. Душевно может становиться как-то даже страшно. Страх может овладеть твоей душой. У меня когда-то был такой страх, что я молился каждый день. Каждый день я просил Бога, Боже, пожалуйста, помоги мне, защити меня. И я этим страхом был исполнен, можно сказать. И в один день Бог сказал мне, ну раз ты так боишься, мы дальше не пойдем. И я помню, как я покаялся в этом страхе. И принял решение, что больше я под контроль страха не попаду. Это не значит, что страх не придет к тебе. Но это значит, что ты никогда не дашь ему взять над тобой власть. И вот ты должен сегодня меня услышать. Дьявол, когда тебя атакует на уровне мыслей, изгони его словом. Иисус изгонял слово. Когда он приходит на уровне тела, изгони слово. Когда он приходит на уровне души, изгони слово. Дьявол может приходить на уровне финансов, изгони слово. Понимаешь, бывает мы молимся о чем-то, а есть время говорить. Наши слова имеют творческую силу. Есть время, когда нам необходимо просто приказывать дьяволу уйти. Меня это мучил Бог лично. Вы знаете, это был момент, когда вся моя семья, Виточка, дети, все, трое детей остались в Шри-Ланке. Я улетел раньше. Из-за того, что вулкан какой-то взорвался, самолеты не летали. И они уже в аэропорту были не один день. Не могли улететь кругом. Вообще никто не говорит ни на каком языке. Мы ничего не можем сделать. Я помню, была лидерская. Я был в очень большом потрясении. Ко мне подвели девушку. И вы знаете, ничего не предсказывало такого, что что-то может быть. Может быть, вообще какое-то серьезное духовное проявление. Подвели и говорят, помолись за нее. У нее проблемы. Я говорю, хорошо. Я только начал молиться. Бог меня остановил. И говорит, перестань молиться. Прикажи дьяволу выйти из нее. А на вид девушка нормальная. Глаза нормальные. Все нормально. И я вот так, представьте, говорю. Дьявол, выйди из нее во имя Иисуса. Ее вот так как подкинуло. И она полетела. И прямо вот так вот упала на возничею. И там с ней такое начало происходить. И мне этим Бог сказал, хватит просить меня о том, чтобы Виктория и дети приехали. Прикажи дьяволу, чтобы он отпустил их. Я вернулся домой очень поздно. Мы созвонились с Викторией. Ситуация была ужасная. Просто безнадежная. И я встал, помню, и сказал, дьявол, я приказываю тебе, убирайся вон. Убирайся прочь. И вы вдумайтесь только в это. Только я это сказал. Прошло, ну, давайте скажем реально. Пять минут, может, не больше. Тут Виктория звонит. Я беру трубку. Она говорит, мы бежим. Бежим на самолет. Все устроилось. Нам вот какой-то, ну, человек там с аэропорта все устроил. Взял билеты. Потому что их покупали три раза билеты. Представьте себе, чтобы они улетели оттуда. И они вылетели. Вот это моменты, когда мы должны знать, что именно в эти моменты мы должны сгонять дьявола, а не молиться Богу. Поэтому, когда приходит дьявол, вы чувствуете немощь. И изгоните его. Когда вы видите, что мысли приходят, 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 изгоните их и наполните себя проповедями, словом, книгой и так далее. Я живу в этом каждый день. Вы скажете, а как получается, пастор, что ты, вот ты, Виктория, вы живете, вы трудитесь, вы сталкиваетесь с такими трудностями? Друзья, если бы мы не вели духовный образ жизни, если бы мы каждый день не слушали хотя бы там по 7-8 проповедей, хотя мы слушаем намного больше, в основном, это вообще по 15 проповедей. И знаете, как не читали Библию, не читали книги вместе, послушай, у нас бы не было сил, если бы мы не молились вместе. Но то, о чем мы молились, Бог мне конкретно проговаривал тогда, и Виточка помнит это, как я всегда говорю, прям получил это как внутри, понимание такое, терпение, терпение, терпение. И представь, все происходило. Самые невероятные вещи, они творились Богом. Я благословляю вас. Живите во Святом Духе. Не забывайте, просыпаясь в первую очередь, я приветствую тебя, Святой Дух. Я приветствую тебя, драгоценный. Я приветствую тебя. Я счастлив так, что ты есть. Спасибо тебе. Я так благодарю тебя, что ты сейчас, пожалуйста, приди. Я приветствую тебя, поклоняюсь тебе. Не просыпайте ничего, просто благодарите. Уже знайте, в том, что приходит Святой Дух, хуже, проблемы все решены. И знайте, Он завершит невозможное. Невозможное — это по части Бога. Возможное — это по части людей. Поэтому возможное делай сам, а невозможное — то, что тебе не под силу. Это по части Господа. Доверяй это Ему. Благословляю вас всех. Пусть мир Божий пребудет с вами. Аминь. 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 Аминь.